Здравствуйте! Вас приветствует канал Сепсис ТВ и я, Ковалева Анастасия, расскажу о важнейших событиях на этой неделе. Вечером 22 декабря в селе Будковке Старобельского района произошел пожар в помещении областного психоневрологического интерната. В результате чрезвычайного происшествия погибли 4 человека, еще 3 получили ранения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 31 сотрудник местного подразделения по борьбе с огнем и 6 единиц техники. На брифинге в областной государственной администрации 23 декабря начальник главного управления национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник сообщил, что по факту возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины нарушения, установленных законодательством по требованию пожарной безопасности и части 2 статьи 367 служебная халатность. 26 декабря губернатор Луганской области Сергей Гайдай провел аппаратное совещание с участием руководителей структурных подразделений областной государственной администрации и главами городовой территории. На повестке дня в этот раз стояли вопросы исполнения бюджетных программ развития области по итогам 2019 года и обеспечения автобусами школ, расположенных в сельской местности. Также во время совещания Сергей Гайдай представил нового начальника службы автомобильных дорог в Луганской области. Им стал Павел Цубер, ранее работавший директором управляющей компании «Город для людей Мариуполь». В ходе совещания руководитель области подчеркнул, что в 2020 году Луганщина получит рекордные 2,5 млрд грн на ремонт дорог и объектов инфраструктуры. 27 декабря в областной государстве администрации наметили план мероприятий в случае прекращения газоснабжения в Троицком районе. На заседании региональной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассматривался вопрос обеспечения потребителей Троицкого района природным газом. Так, в случае прекращения поставок газа со стороны Российской Федерации на две газораспределительные станции 32 населенных пункта района могут остаться без газоотопления. По итогам Сергей Гайдай дал поручение руководителям Троицкого района организовать бригады для утепления помещений. Главному управлению Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области в случае отключения газоснабжения необходимо развернуть пункты обогрева. Также были обсуждены вопросы обеспечения стабильной работы электросетей, соблюдения требований пожарной техногенной безопасности и защиты частного акционерного общества Северодонецкого объединения Азот. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был канал Сепсис ТВ. Поздравляем вас с наступающими праздниками. До новых встреч.